Надеюсь, все получится у нас сегодня с тобой. Категорически приветствую вас всех этим прекрасным, жарким, грозовым летом. И сегодня еще один роскошный эфир с большим количеством красоты, с изобилием кружева, поскольку больше всего женщины России либо неистово боятся его носить, либо неистово носят, но так, что это выглядит странно. Мы сегодня будем с вами говорить о том, как внедрить это самое кружево, этот прекрасный, долгоиграющий тренд в наши гардеробы, сделать это элегантно, без перебора, а еще расскажу про стилистические приемы, которые приветствую, которые я использовала для того, чтобы скомбинировать все эти луки. Поверьте, будет интересно наверняка, да, о чем я говорю, ну 90% образов вы даже не додумались бы собрать именно так, потому что у всех представление о кружеве заключается в том, что это исключительно нарядная история, и как носить ее в повседневной жизни вообще непонятно. А я вам сегодня объясню, покажу как. Я, вы знаете, за то, чтобы все вещи очень долго работали в гардеробе и со всем считались. Спасибо за комплименты. Давайте я покажу вам свой лук. Лучок. Вот такой роскошный. И эти наши новые хлопковые платья с авторским принтом, вы помните, я показывала, как мы его разрабатывали, нам его рисовала художница, зовут ее Юля. Она разработала этот принт по моим заданиям. В общем, это немножечко винтажный такой, чуть-чуть испанский. Вот, мне не хватает кастаньет в руках. Я вот так, это ли так, кастаньет, как Наташа Королева, на лазурном побережье. Но сегодня не об этом. А, кстати, на мне еще трендовая вязаная шапочка. Сейчас прям модная модность, прям неистовость. Такая моднючая. Алиса из зеркалей. Да, еще все сравнивают меня с Алисой из зеркалей, потому что у меня нос как у нее, плюс-минус. Челка тоже была. И цвет волос теперь странный. Короче, начинаем. Мне сегодня помогает Гелена. Гель, покажи, пожалуйста, что там у тебя получилось. А, сейчас. Ну, там красиво в целом, в общем. Значит, мы сегодня с Гелей наряжаемся в кружево. И показываем вам, как это делать. Я сегодня наряжаться не буду только она, а я рассказываю, что мы там задумали. Что у нас их кружево? Сразу покажу, давай. Рубашка кружевная. Кстати, почему мы еще решили про кружево поговорить? Потому что сейчас кружева у нас идет со скидкой, с очень хорошей скидкой. Сколько процентов-то тут? Процентов 20 точно есть. Вот видите, какая цена была и какая стала. И на все кружево сейчас распродажа, скидочка. Можно себе прикупить как раз самое время, а лето еще впереди. И мы спокойно носим его тоже в осень. Потому что я вам покажу некоторые луки, которые мы и в осеньем играем. Сейчас гель как раз нарядилась. Значит, точно такая же черная. Белые штанишки кружевные. Югчонского кружевного раз. И такая черная югка. Вот она. Тоже очень хорошо. Первое, что мы... Всего лишь несколько вещей, но мы покажем, насколько по-разному можно в разные места с такими вещами ходить и стилизовать. Первый образ у нас такой немножко деловой получился. И мне он этим самым очень даже нравится. Потому что таким образом можно иногда прийти в офис, чтобы чуть-чуть подкрасить. За основу какой принцип я взяла. Гель, иди сюда. Уже можно посмотреть? Вот, давай. Вот смотрите. Ну, я на себе не смогла галстук завязать. А мне, кстати, так очень нравится. Я сейчас расскажу про текстуру. И, ну, какой здесь принцип соблюден, да? Смотрите. Когда мы с вами комбинируем вещи, мы их комбинируем не только по разнице объемов, но очень красиво смотрится разница текстур. Смотрите. У нас одна текстура кружевная, объемная, прозрачная. Подойдите сюда поближе, пожалуйста. Вот она. Кружево имеет объем. Потому что здесь идет сверху еще такой маленький жгут, тоненький. И оно имеет текстуру рыхлую. Видите, все просвечивает. Дальше. Еще одна текстура, вторая, хотя мы все в едином цвете сочетаем. Это текстура костюмной ткани. Костюмная группа обыкновенная, в мелкую рисочку такую. Вторая текстура. Третья текстура, это атласная, блестящая, та, что отражает свет. Это атлас и кожа. Вот еще одна текстура, которая отражает свет. И посмотрите, как нескучно можно собирать черные образы, когда у нас две или три текстуры в одном образе. У нас получается... Да, галстук тоже по-разному можно завязать. У нас получается рыхлая, гладкая, матовая. То есть вот это вот рыхлая текстура. Костюмная группа, это матовая текстура. И глянцевая текстура, это галстук и, пожалуйста, вам сумка. То же самое у нас по текстуре глянцевой с обувью. Обратите внимание, если ты три шага сделаешь назад, видно будет, что кожаные туфли, они тоже отражают свет. Посему, ну вот так это выглядит элегантно и немножко расслабленно. Если мы возьмем гелий, завяжем свалок, покажите, как он тут завязывает, да, поближе. Да я умею на ком-то. Ну давай вот так, смотри. Мы здесь поднимаем вот здесь воротничок, голстучок берем, вот так раз. Вот он нас вот так чуть повернись. Вот так накладываем его раз. Потом вот сюда его подогнали, сделали перегородочку тримпс. Дальше вот сюда его хоп. Хоп-хэй-ла-ла-лей. Прошло три года и три месяца, и галстук завязан. Ну вот сюда мне надо столстук сюда запихать. Вот в эту перчонку. Все, готово. Ну вот, пожалуйста, галстук завязали. И если мы хотим сделать более строгий вариант, то мы вот сюда вот так выправим сейчас все. Вот так раз. Галстук уберем за жилет. Вот сюда. И вот у нас такой более деловой, более строгий образ. А что ты с бахромушночной жилеткой не стала? Хочешь так? Ну, в общем, вот так очень красиво. И это я придумала. Мы уже все рубашки стилизовали, уже на все придумали. И такая геля говорит, блин, еще вот эту черную рубашку мы не придумали ничего. Я говорю, давай просто покажем total black, но с разными фактурами. Это действительно красиво выглядит. И плюс, смотри, что она еще сделала. Во-первых, разница объемов у нас до талии чуть ниже жакет обрезается и свободен. На талии есть у нас акцент. И еще она взяла и добавила вот сюда вот этот элемент. Рубашку до середины заправила. То есть одну половину рубашки заправила. Там сбок разрез. Есть, нет? Нет, без разреза. А, вот так. Покажи тогда, нужно, чтобы видно было, как это сделать. То есть она тут сделала по косой раз. Здесь рубашка сходит по косой. И здесь у нее она заправлена в брюки. А там мотается одна полрубашки половину. Очень красиво. Давай, стронг фейс. А, еще обвесы. Мои обвесы, естественно. Как же без обвесов. Смотрите, мы еще можем добавить немножко такого стронг фейс. Добавив очки. Вот так раз. Все. И, пожалуйста, people in black, где ваша вот эта штучка? Джинк, забыли, все. И пошли дальше. Спасибо большое. Мы обязательно вернемся. Елена, поехали дальше. Так, давайте по цвету пройдемся, да? Все наши образцы у нас у вас с жакетом, да? Вот этот. Теперь их забираем. Что важно? Что важно? Значит, то, что эту рубашечку мы потом... Сейчас мы покажем с белыми вариантами эту рубашку в белом цвете, но черный и аналоговый цвет мы точно так же спокойненько себе примеряем и стилизуем вместо белого. То есть история та же самая. Эти два хромата сочетаются абсолютно со всем. Пока гель переодевается, я могу ответить на ваши вопросы. Быстренько сейчас это сделаю. И погнали дальше. Расскажите, пожалуйста, кто из вас носит кружево, кто не носит. И если не носите, то по какой причине? А вот еще, кстати, важно, пока вы задаете вопросы и думаете, по какой причине вы не носите кружево, я вам расскажу, что кружево от гипюра очень сильно отличается. И очень часто вы покупаете дешевые кружевные вещи, которые выглядят как трусы. Ну, как из кружева, из которого шьют трусы. И вот это очень сильно удешевляет ваш вид. И тогда вы говорите, князь, вот она мне сказала, что, ну, кружево вот, ну все, я по правилам сочетала. А кружево выглядит дешево. И, соответственно, весь ваш вид откатывается в 2010 год, когда мы ходили в обтяжку из такого гипюра на дискотеку, в таких топах с открытыми плечами. Делали вот так вот, вот так высоко нос задирали, вот так плясали. И как бы выглядели в этом гипюровых трусах, которые у нас были везде, получается, все было из них. Ну, не супер дорого. И если мы сейчас надеваем те же вещи, что и тогда, или достанем, не дай бог, из шкафа вот это кружево, это не то. И не то, что я хочу вам прям свое продать. Просто научитесь различать. Классное кружево, как правило, не гипюр. Оно не тянется. Оно сухое и часто держит форму. Потому что гипюр, это все-таки больше к трикотажному полотну, которое тянется и не держит форму. Хотя, если он плотный, толстый гипюр, он будет форму держать в любом случае. Но мы с вами на стретч в первую очередь ориентируемся. Дальше смотрим, насколько это кружево красиво и актуально по рисунку своему. Потому что бывают рисунки... Ну вот в гугле наберите кружевное платье и вы увидите все те рисунки, которые не нужны. Кружево, которое, во-первых, более сухое, не тянется, имеет, внимание, фестонный край. Фестонный край, это когда оно не заканчивается во всех местах. Я не говорю, что вот здесь тоже должен быть фестонный край. Это не обязательно. Но все-таки хотелось бы, видите, чтобы вот тут заканчивалось воздушно. Когда у вас кружево заканчивается фестонным краем, оно выглядит легче и воздушнее. И вам не нужно думать, чем это место перекрывать, потому что оно сильно обрезает фигуру в этом месте. А если оно воздушное и немножко вот так разбавляется, здесь ходит на нетвестоном и вот здесь, то его легко носить на выпуск. И образ в нем выглядит законченным. Читаю вопрос. У меня 48 размер. Я надела юбку кружевом. Мне кажется, с меня все смеялись. По крайней мере, так казалось. Юбка, кстати, макси белая. Мне 47. Вот такую, как у нас, юбку надели. Или какую-то другую юбку надели, просто чтобы я понимала, с чего вдруг все смеялись. Дело в том, что я вам сейчас объясню, как вы у меня. В жизни есть такой принцип. Каждый человек хочет принадлежать к определенной касте людей, к сообществу, потому что мы люди не одиночки, в основном все-таки статные существа. И мы обязательно, нам важно не быть где-то на отшибе, а присоединиться к какому-то сообществу. Так вот, когда вы надеваете вещи модные, стилизуете их красиво, то сообщество людей, которые разбираются в этом, вас издалека вычисляют. Как те, кто уже натренировал насмотренность и благодаря моим советам других стилистов стал по-другому смотреть на вещи в своем гардеробе, все эти люди, людей, которые разбираются в стиле, более смелые, интересные, что-то пробуют новое, вычисляют на улице вот так. Очень быстро мы ее видим, она все знает, и это тоже разбирается, и это в курсе, что вот это модно сейчас. Таким образом, мы себя относим к определенному сообществу. Если мы с вами грубый пример приведу, в этой кружевной юбке или костюме придем на стройку к мужикам, то там другое сообщество, и оно будет воспринимать нас ну иначе, по-своему. Сколько этому сообществу хватает там чувства юмора, кругозора в этом направлении, в стилистическом, нормально, что там не воспринимают, нормально, что мужики-строители могут посмеяться, потому что вы пришли на стройку подметать у них там в грязище, они, потому что там ходят в определенной одежде. И вот такой же пример в жизни точно так же все работает, как если вы вдруг резко стали модной и начали замечать на себе взгляды других людей. Одни вычисляют вас как своего в этом сообществе, а другие, соответственно, вы с ним идете в разрез. И ничего удивительного в том, что кто-то может посмеяться. И следующий еще момент очень важный, что большинству людей совершенно наплевать на то, как вы одеты. Это вторая половина людей, и их большее количество, которые не посмеются, не обратят внимание, они заняты все собой и своими делами. Поэтому им совершенно безразлично, в какой вы юбке. И если вы будете понимать этот факт, вам будет без разницы, что они смеялись или нет. Вы будете понимать, что никому до вас дела особо-то и нет, кроме ваших самых близких и родных. вот если тот, кому вы очень доверяете, кто экспертен, разбирается, вот если он посмеялся и при этом сказал, что вы сделали не так, тогда стоит задуматься и что-то поменять. А если об этом говорят люди, которые некомпетентны или смеются люди, которые некомпетентны, ну тут надо задуматься, стоит ли воспринимать всерьез их все насмешки и ухмылки. Вот так. Гель готова. Ну нет, но это все так и работает. Просто мне приходится на личных консультациях об этом разговаривать с людьми. Я об этом постоянно рассказываю, потому что это очень важно, это восприятие себя. Так, гель готова. Мы показываем вам еще один образ. Не могла ли ты надеть бы белую шапочку сюда? А ты другое хотела? А я сюда хочу тоже. Посмотрим давай. Так, мы еще сейчас внедрили вот такие шапки у нас в ассортименте появились, поэтому мы их чуть-чуть добавляем. Почему мне нравится? Ну, они, во-первых, легко смотрятся, потому что воздушная текстура у них, видите, такая прозрачная. И они хорошо сочетаются с нашими туфлями в севу это раз. И они хорошо сочетаются с кружевом и с летними текстурами льняными, потому что они сами из хлопка натуральная текстура, плюс прозрачность, плюс ваши любимые сумки, сетки, с ними хорошо сочетаются авоськи. В общем, это прикольный, очень стильный, модный аксессуар летом 2024 года. И мы их тоже связали, заказали на домнице по нашему дизайну. Вот она сделала, и теперь мы их прекрасно продаем в нашем магазине. Вот. Гель, давай, пойдем. Здесь в эфире наденешь, и я расскажу, какой здесь принцип. Значит, еще один стилистический прием, который мы тоже с вами пробуем, называется романтическая маскулинность, когда мы с вами сочетаем несочетаемые вещи в одном образе, главное условие здесь, чтобы все вещи, сочетаемые в этом образе, были актуальны. Значит, иногда мы берем с вами какой-то классический базовый пиджак мужа, оверсайз, он на нас выглядит, надеваем его, сочетаем с чем-то супер-женственным, и это выглядит класс. Вот я сейчас покажу все стилистические приемы, которые здесь на геле мы использовали. Итак, внимай, в полный рост вставай. Что здесь? Здесь первое сочетание двух разных стилей, первое это маскулинный мужской стиль, и второе женственный романтичный, третий стиль у нас в майке, это такой спорт, это база, базовый спорт, прям самый, но это настоящая майка алкоголичка. И еще дальше смотрите, вот у нас три ключевые позиции, майка, жакет и юбка нежная. Дальше мы должны в образе поддержать каждый стиль какой-то мелочевкой, или хотя бы два предмета из этих стилей поддержать. Значит, чем мы поддержали кружевную юбку? Ясно дело, мы поддержали прекрасной шапочкой, вязаной в романтическом стиле. Чем мы поддержали жакет? Мы поддержали грубым ремнем его. Вот сюда на талии грубый ремень воткнули. И еще покажи обувь, пожалуйста. И еще у нас такие нейтральные босоножки, базовые тоже, правда лакированные, но у нас и ремень лакированный, мы ремень поддержали. Все вместе друг с другом сочетается. И еще вот здесь в ушах мы добавили кафы и минималистичные сережки, чтобы поддержать базу и минимализм самого жакета и майки. По цветам мы взяли единый вертикаль цвета белого у нас с вами от шапочки майки вниз переходит это все на пол до пола буквально в кружевные юбки. Дальше закрывает это все белый у нас со всем сочетается. Мы берем серый жакет, в нем есть темная полоска. Темную полоску в сером жакете поддержали ремнем, поддержали туфлями. Соответственно, у нас один цвет, два цвета ахромата черный и белый и третий цвет мы добавили серый, который сочетается со всеми ахроматами. В принципе, с ахроматами все цвета сочетаются. Белый, черный, плюс цвет добавили, то есть черный и белый это ахроматы, цвет сам это серый здесь основной. И поддержали, раскидав аксессуары по вертикали. У нас в портретной зоне шапка здесь у нас кафы в ушах в металле холодном. Смотрите, мы добавили текстуру какую? Разряженную текстуру здесь, разряженную текстуру на юбке, матовую текстуру здесь, матовую текстуру здесь, но она уже добавляет полоска, ритм получился у нас. Глянцевая текстура у нас на ремне и на туфлях. И еще глянец у нас в металле у нас один всего лишь металл. Это белый холодный вот такой вот мельхиор. Правильно как его лучше назвать? Это же не серебро никакое, все-таки слишком ярко для серебра. Вот. Ну, линейки. Или вот такой у нас прикольный образ получился. Раз, заправили за ушко волосы. Очень полезно и актуально ваш совет. Многому вас можно научиться. Спасибо большое. Я бесплатно делюсь этими советами, потому что я вижу, как работает мой совет, как вы красивые приходите ко мне в магазин. уже что-то сами там пытались и сделали. И у многих, кстати, получается. Так, ну вот у нас полный рост образ. По-моему, все понятно. Теперь я прошу вы напишите, пожалуйста, куда вы пойдете в этом образе. Кто посмелее. И еще. Ну да, кто готов выглядеть прям модно, стильно. Потому что это все-таки... Если убрать шапочку, то вполне... Убрать шапочку и как будто на каждый день. Да, Но опять же, кружево, ну, нужно смириться, что это модно. Что именно такого рода кружева легкое, тонкое, сухое, не стрейчевое, с фистонным краем, что немаловажно, очень красиво будет миксоваться. Кстати, мы сделали отлетную подкладку. Мы ее можем снять. Это под юбник, он отдельно идет. И дальше мы вверх от этой юбки будем использовать в других стилизациях. Давай тогда попробуем сейчас эту же юбку замиксовать с чем мы хотели, шортами. Дальше. С ломбом, но можно, кстати, джинсы надеть от низ и сделать себе плоско. Давай, пожалуйста, сделай. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, а джинсы вот уже тут висят. Или ты поголубее хочешь? Возьми тогда с лампасами отстроченными голубые джинсы. Так, продолжим. В ресторан без такой шапки, да, ну, смотрите, вот как раз открою вам секрет, так я вот так тоже заправлю, одно ухо заправлю. Смотрите, открою вам такой секретик. Когда мы разрабатываем коллекцию, я не знаю, как у других брендов, но в нашем бренде есть сегментация, есть базовые вещи, которые всем понятны, со всем сочетаются. Вот, есть вещи новые, то есть вот базовая коллекция это то, что периодически повторяется. Допустим, 30% вещей в коллекции повторяются только в разных тканях, в новых тканях, а некоторые и в предыдущих коллекциях, в тех же тканях, потому что это хиты продаж, например, там базовые брюки, базовый жакет в бежевом, черном. Точно по такому же принципу выстраивается ваш базовый гардероб, когда вы уже имеете с прошлого сезона базовый черный комплект или бежевый комплект, который совсем легко считать и вот висят, кушат, не просят, легко очень комбинируется. А есть в коллекции тренды, тренды, это когда мы берем, например, юбку кружевную, понимая, что это тренд, это еще определенный процент коллекции, или когда мы берем, например, блузы с валанами большими, объемными, или, допустим, когда мы берем, ну что, вот прямо из-за горячих трендов, ну вот рубашка в клетку, например, это тренды мы тоже внедряем уже в другом проценте, то есть, а, вот, смотрите, первое, это база, база, которая уже была, дальше база, которая новая, в новых цветах, в новых тканях, вот база плюс база, это примерно 60%, 20% это у нас с вами тренды и 20%, это мы называем флэш, ну как смэш, можно назвать, как вспышка такая, да, взрыв небольшой, это когда мы тестируем новые вещи на нашу аудиторию и смотрим, насколько эти наши изобретения люди восприняли на ура или не на ура, в принципе, все бренды, которые имеют сеть, например, в которых продумывается заранее коллекция, поступает именно так, они 60% делают базы, плюс там база в эти 60% в новых тканях, входит то, что уже хорошо садится на их клиентов, то, что их клиенты просят, то, с чем их ассоциируют, например, там у нас развита костюмная группа, и у нас многие клиенты ассоциируют нас с костюмной группой, они к нам за ней приходят, и они хотят видеть брюки палаца в новых тканях, там брюки бананы, хотят видеть дудочки прямые, хотят видеть жакетки, это прямые, приталенные, это база. Дальше тренд, это когда мы взяли и сделали кривой, косой какой-нибудь жакет, у него там изменена, ну, там опущена, к примеру, пройма, как там в стиле баленсиаги, мы делали жакеты, этих вещей выпускается небольшое количество, уже гораздо меньше, чем базы, и есть флеши, которые выпускаются, ну, вообще, вот там, ну, не знаю, 20 единичек на всю сеть, ну, сеть из четырех магазинов, это небольшая сеть, поэтому 20 единичек размазываются по ним, и люди, которые хотят чего-то прям совсем нового, прям необычного, которые вот уже, и это у нас попробовали, и это, и это, и уже готовы на новый уровень выходить, они такие вещи покупают, например, жакеты или рубашки с лампасами, не костюмы, только трикотажные, а жакеты и рубашки, или там такие вот шапочки, и так далее, и таким образом у нас с вами получается, что мы даем возможность людям не просто красиво одеваться, но и в стилистическом плане расти вместе с нами, пробовать новые вещи, ну, и у нас тоже работает постоянно думкалка, фантазия, и это интересно, мы всегда следим именно как флэши зашли, насколько вы их там поняли, не поняли, насколько мы донесли, что это классно, вкусно, вот, ну, и на клиентских днях, когда вы приходите, мы всегда даем вам возможность попробовать новое, то, что вы сами никогда не наденьте, потому что только со стилистом это нужно сделать аккуратно, потому что такие вещи слотные, лучше, чтобы тебе где-то поправили, где-то там заправили правильно, пропорции, чтобы не сместились, вот тут большая работа, в общем, я уже долго рассказываю, выходи, пожалуйста, сейчас мы покажем вам, вот, ну, это как горячий пирожочек, это тренд, который не все, возможно, смогут так в городе ходить, но мы, как отшибленные бабы, так ходим, нам так нравится, и еще есть категория людей, которые хотят вызывать на себя вот это, внимательный огонь, огонь внимания, когда ты идешь и кайфуешь от того, что оборачиваются на тебя, обращают внимание, мы как бы уже это один раз попробовали, это как наркотик, и уже в чем-то сереньком хочется ходить, только когда есть определенное настроение, хочется литься толпой и не выеживаться, но это редкий случай в нашем случае, выеживаться, уже наш конюк, тут уже никуда не денешься, понимаете, это уже корейду всегда, все, смотрите, какая здесь фишечка, здесь тоже вот сочетание не сочетаем, мы опять же, мы собрали разные стили, романтический стиль, замиксовали стилем гранж, потому что у нас с вами лонг со старинным эффектом, немножко потрескавшимся рисунком, это специально так сделано, плюс, да, у нас такой в рок-стиле сам по себе принт, нам гитары не хватает здесь, металлический, ну такой, знаешь, электрогитары не хватает, вот, но при этом оставили легкость, женственность за счет туфелек, и добавили базовых джинс, чтобы немножко успокоить весь этот бешеный вайп, потому что вайп, ну это течение, да, волна такая, типа на такое сочетание, вот, и оставили романтизм через, через шапочку, поддержали цветом шапки нашу юбку, и юбку надели на джинсы, там внутри все прозрачно, выглядит это красиво, просвечивают джинсы, и основной акцент у нас с вами идет на лонг и юбку, можно и так, да, а так мы добавляем, смотрите, когда мы что-то поднимаем, заправляем, диагональ какую-то вносим, мы вносим небольшую, по человеческому, на человеческом языке, это какая-то смута, а в теле, ну, когда мы говорим про дизайнеров, дизайнеры это называют ритм, мы немножко меняем ритм, вот он нашел вниз, это скучно нам показалось, совсем отшибленным бабам, вам-то, вы скажете, блин, вы офигели, и без того, это через край для нас, а мы говорим, нам отшибленным скучно, поэтому мы раз, и диагональ создали, все, ритм изменили, направление изменили, и так тоже смотрится интересно, появился разрез на джинсах, хоп, кстати, я еще пробовала, как-то вот так, крутить и крутить, крутить, вертеть, бабушки на тюльпад, да, бабушки на тюльпад, вернули, и смотрите, то, что есть фестонный край, не выглядит все обрезанным, а так вот растворяется, и выглядит воздушно, не, красиво, красиво, все отлично, все, может чуть-чуть пройтись, прогулять, прогуляться, мы, кстати, оставили тот же холодный металл, и сюда можно было бы на шею, наверное, еще какой-то металл добавить, но вот у нее акцент на пальцах, мое колечко взяла, иди покажи поближе, вот, в шахматы так же все оставили, да, и сумки здесь как будто не хватает немного, да вот это даже и ничего, хоба бери, и все, вот, пожалуйста, сочетали два стиля, плюс базовые джинсы, и по цветам, у нас тут тоже цвета размытые, приглушенные, теплый серый оттенок, акцент винный, белый принт, тоже присутствуют белые цвета в принте, на лонге, поддержан он шапочкой, поддержан нашей юбкой, все, и черные акценты раскиданы, тоже сумка, обувь, даже если бы тут не было сумки черной, все равно обувь это очень даже неплохо там смотрелось, объясню почему, поближе подойди, мы видим графический рисунок на принте, он обведен черным цветом, здесь есть и черные акценты, и тени, поэтому черные здесь вполне себе въезжают хорошо, даже вежливые в целом, по елевине, да, мы это могли бы и с грязным цветом брюк тоже сочетать, кстати, тоже было бы хорошо, потому что у нас есть вот эта вот размытость в рисунке, в целом этот лук можно было бы оставить с юбкой просто, скажу, конечно, а мы так, а до этого, не так у нас было? нет, у нас жакет, а, у нас там был жакет, да, ну можно было просто майку, вот здесь заменить на белую майку, попробуй вот сейчас, замени на майку, ладно, и все, и вы увидите, что очень красиво, а, еще спинкой повернись в гель, иди сюда, вот еще смотрите по поводу спины, вот так чуть-чуть подвернули, все, вот оно болтается, здесь есть некоторая небрежность, небрежность и спереди, как мы заправили, небрежность в прическе, здесь не надо идеальных кудрей, пусть либо просто прямые волосы, либо вот как у гелия, вот они высохли у нее, так и остались, лежат, вот, макияжа, минимум макияжа, у нее так яркие брови, отсутствие макияжа, дотягивает здесь акцент в портретной зоне, в виде сережек, вот здесь принт не слишком яркий, не тянет за собой яркие губы, и все очень органично, давай, меняем, на самом деле, легкая небрежность, это классная тема, на этой теме прокалываются, как правило, взрослые женщины, которые привыкли в молодости все делать очень аккуратно, и такие все у них аккуратненько, аккуратненько, и когда они выросли уже в 40-летних, в 50-летних дам, они продолжают волосин к волосине все аккуратно укладывать, и все у них прям вот очень чопорно, смысл заключается в том, как выглядеть моложе в одежде, позволять себе легкую небрежность, я говорю не про ту небрежность, когда вы не в поглаженной одежде, не в стиранной одежде, когда у вас там ничего ни с чем не сочетается, и выглядит некрасиво, мы говорим про небрежность, когда вот чуть заправили, да, как сейчас юбку раз, заправили, не стали сильно накручивать волосы, а оставили такую легкую волну, как будто они сами высохли, вот, не сделали там идеального макияжа, а иногда просто сделали сияющую кожу, всякие биби-кремы, которые с СБФ защиты, там 30-50-х, очень много сияния кожи, придают они, потому что у них есть отражающие частицы, вот вы нанесли минимум всего, и то вот я даже хочу попробовать, сейчас я ресницы наращу, откажусь от вот этих вот неистовых стрелок каждый раз, потому что все равно они добавляют возраста, потому что они мне, ну, и с другой стороны мне помогают немножко поднимать взгляд, ну, и мне кажется, бровь мне нужно чуть-чуть вот здесь подстричь, вот так закончить ее повыше, и тогда будет тоже все очень красиво, потому что когда у нас своя бровь вот сюда вниз заворачивается, это очень сильно вот так вот опускает взгляд, уставшие волосы, уставшие глаза, вот это все повисло, сюда раз, сделали, вытянули сюда, здесь брови тоже чуть-чуть, убрали вот эти концы, которые завернулись, и все, и очень красиво, и вы сразу, да, лифтинг эффект, ельчика готова, вот, вот смотри, сейчас просто майку взяли, взяли такой вот casual стиль, майка, на даже больше спортивном стиле, майка, джинсы, и добавили романтизма к майке и джинсам, и все, по-другому все заэкранно, вот, смотрим, что вышло, а возьми очки, чтобы поддержать немножко туфли, ну, это не обязательно, но просто это как раз вот градус стиля мы повышаем, добавляй аксессуары, больше ничего здесь лишнего и нет, все, взяла сумочку тогда еще, бери, и готово, вот, красиво же, вообще, очень, очень красиво, фэшн-диво, а? фэшн-диво, фэшн-диво, теперь, что касается объема, да, юбка придает объем, допустим, самое важное, чтобы она показывала отсутствие объема на талии, вашу узкую, стройную талию, мы показали, плечи, хрупкие показали, а там то, что у нас под юбкой, она так немножечко ретуширует, да, вуалирует ваши бедра, то есть там вообще никакого акцента на бедре, это и нет, на самом деле, нужно все размывает, растворять, давай как-то быстрее переодеваться, а то у меня темы, наверное, товаров закончились уже, вот, я почитаю пока ваши вопросики, в ресторан бы пошла без шапки, на концерт, а девушкам 50+, можно надевать такую шапку, не будет выглядеть ли смешно, о, как и цвета, как и все на земле, то, что мы надеваем на свое тело, мы сначала меряем и смотрим, насколько это для нас адекватно, потому что есть формы лица, кому категорически не идут плавательные шапки, ну вот, хоть раз мерили профессиональную шапку, вот в бассейн ходить, да, для спортивной шапки, и это вот так все прижало, и у кого вот здесь вот такие скулы и щеки, получилось тут прямо натянулось, а тут вот такие щеки, вот таким девушкам я не рекомендую, вот здесь вот что-либо обтягивать, хорошо смотрятся шапки, у кого, например, личико с сердечком, или овальное лицо, или круглое, почему овальное хорошо, мы тогда выбираем контрастную, да, мы выбираем, например, контрастную шапку, если длинное лицо, овальное, и вот немножечко его уменьшаем, лицо с сердечком, еще больше подчеркиваем, вот эту зону, а если у нас круглое или квадратное лицо, то мы можем с квадратным надо мерить, потому что скулы могут очень сильно перевешивать, тут не хватит объема, а тут будет большая скул, как у Наташи Королевой, да, ей совершенно не идут в обтяжку вещи сверху, у нее вот здесь развита очень скула, и, соответственно, подбородок широкий, поэтому нужно здесь какую-то волну, и желательно асимметрию делать, чтобы не было вот таким квадратом здесь, а чтобы на одну сторону шло, то есть когда у нас есть слишком акцентно ровные линии в лице и перегруз вниз, например, то мы берем, делаем пробор на одну сторону и вносим вот этот деструктив, как в юбке мы сейчас делали, разбили линию прямую на диагональ, тогда смотрится все элегантно и красиво. Так, это сложный образ, к нему нужно привыкнуть и быть на 100% уверенной в себе и в своем образе, но в целом образы выразительные и грамотно все подобрано, поэтому я вам и говорю, что и для этого я сделала консультации стилистов в наших магазинах бесплатными, потому что иногда такие сложные образы, вот я понимаю, что вы соберете рубашку, брюки, палац, обувь там, например, и жакет, без нас прекрасно, но выходить за рамки привычного лучше, конечно, со специалистом, поэтому приходите, девочки вам помогут, записаться на консультацию стилистов можно через Князева стор, через Директ, если вы Инстаграм смотрите, я ссылочки прикреплю, или если вы смотрите в телеге, то через Князева Бот. Значит, сейчас еще покажу один стилистический прием, здесь опять сочетание кэжелл и романтического стиля, и немножко спорта мы добавим, спорт добавим мы через кепку, через обувь, и что там у тебя внизу, и через футболку, все, давай, выходи, ставки твои медленные футболки, они легкие и приятные, это тонкий вариант, у нас появились тонкие варианты футболок, и здесь мы с вами рубашку кружевную, романтическую, носим как мягкий жакет, вместо пиджака, чтобы не было жарко, но если хочется добавить какую-то интересную многослойность, и, ну, допустим, бывает все-таки такая погода, типа 22 градуса, вроде и не жарко, ну и не холодно, и какое-то такое среднее, вот что-то накинуть на плечи хочет, чтобы себя увереннее чувствовать, что здесь геля сделала, значит, мне тут хочется тебе добавить какую-то сумчонку в руки, а может джинсовую возьмешь, или вот эту коричневую, или вот эту коричневую, или вот эту коричневую, вот эту коричневую, давай, смотрите, смотрите, вот все, законченный образ, значит, что у нас здесь, спорт, за спорт у нас отвечает кепка активная, за спорт у нас отвечают балетки, потому что они спортивную сетку, но при этом, и бермуда, но бермуда все-таки это кэжелл, мне кажется, будет, ну хорошо, пусть будет так, значит, кэжелл, все равно я считаю, это кэжелл бермуды даже, ну, пускай геля думает, что это, ладно, спорт, окей, вот, у нас есть шапка, кепка серая, которая такая джинсовая, хорошо сочетается с джинсами, несмотря на то, что сумка у нас ярче, вообще, в этом страшном ничего нет, у нас объединяет джинсовый цвет джинс, которые между темной серой джинсой и голубым, вот у них есть и то, и другое, и дальше у нас акцент на футболку, спорт, пожалуйста, поддержанные винными балетками, надпись на футболке, все, металл тот же самый, кстати, мы оставили, видите, максимально универсальный, а вы вот нам еще скажите, мы тут с гелей задумались сделать для вас наборы базовой бижутейки, на все случаи жизни, так, чтобы не надо было думать, а вот вы, там вот есть несколько наименований, покупайте, и мы еще вам скидку, например, даем за то, что вы вместе это собрали все, на большой набор бижутерии, и все, это вообще актуально, нужно или нет, потому что есть бижутерия, которая ко всему подходит, вот конкретный случай. Мы просто очень будем мешать, сочетать аксессуары, вот, и хотели бы вам тоже предоставить такую возможность, но стих носить, да, просто вы могли бы закидывать в корзиночку те аксессуары, которые вам понравятся. А мы вам покажем все сочетания с этими аксессуарами, как их можно замиксовать вместе. Так, ну супер, все, значит, что здесь романтизм у нас представлен, через блузу, все, отличный образ, оцените, пожалуйста, как вам, мне кажется, интересно, классно, стильно, можно современно. Давай, переодевайся дальше, я пока читаю сообщение, так, так, что мы сейчас будем гель, напомню, что у нас сейчас идет распродажа сезонная, она уже началась, во всех магазинах брендах Ксения Князева, можно со скидкой купить многие позиции, если вы хотите посмотреть, какие позиции со скидкой, переходите на сайт Князева.ру, вот он так выглядит, сейчас я вам напишу здесь, и ссылку укажу еще, для тех, кто в записи посмотрит, вот тут можно посмотреть, в разделе сейл, какие вещи идут по распродаже, и какие скидки, отобрать то, что вам нужно, и то, что вы давно ждали, хотели купить, но не решались, по полной цене взять. Так, дальше, только сегодня мучилась, какие базовые аксессуары купить. Вообще, мы задумывались над тем, что нужно сделать какой-то набор аксессуаров, ну, допустим, для максимально подходящих, для большого количества женщин, чтобы это было не слишком большое, не слишком мелкое, что-то среднее, подходящее всем, под все случаи, вот, чтобы в спортивном стиле миксовалось классно, и в каком-то романтическом, и все равно, вот, у нас есть один, одни и те же аксессуары, которые мы всегда используем, вот, например, мои серьги, я их ношу в разных совершенно образах, и понимаю, что они будут актуальны еще долго, и они очень классно в патриотную зону подсвечивают, в сочетании и с джинсами, с футболкой, и с платьем, вот таким, вообще пофигу этим серьгам, куда их приеначить. Есть также категория цепочек, в таком же стиле, в дизайне, да, базовом, каком-то ключевом, который тоже со всеми сочетается, и есть стилистические приемы, комбинаторики, бижутерии, о которых я тоже хотела снять отдельный ролик, показать вам какие-то интересные, модные фишечки, которые можно с этим сварганить, вот, поэтому, если вам эта тема актуальна, пожалуйста, пишите, дайте какую-то обратную связь, чтобы мы понимали, делать это или нет. Ну, может, вы и так разбираетесь, знаете, одна женщина ко мне пришла на консультацию со своей шкатулкой, вот так открыла, оттуда моль, вот так пролетел, мимо нас. Ну, это я, конечно, укрепляю, но там настолько вещи, боже мой, там бабушкины реликвии, какие-то, еще какие-то вещи, какие-то с 2010-го, некоторые из них уже покрылись там чем-то, и, короче, и еще, знаете, вот так все в комке, вот так вот, надо разгребать, раздвигать эти все цепочки, в общем, это, мы с ним помутились, я говорю, ну, я бы просто вообще, во-первых, столько не нужно, реально столько не нужно, если вы там не стилист, вам нужно три пары сережек на разные случаи жизни, одну-две цепочки, например, в холодном и в теплом металле, какие-то маленькие фишечки, типа там кафы, которые можно, не надо прокалывать для этого ушки, просто надеть на ухо, вот, одно-два колечка, которые прям точно, ну, классно подойдут, ремень обязательно должен в комплекте идти с бижутерией, потому что, ну, базовый ремень, потому что мы подбираем еще металл ремня под бижушку, это красиво, и также нужно вам показать, как в рамках вот вашего выбора эту бижутерию можно миксовать между собой, потому что очень красиво смотрится сочетание двух металлов в одном, но никто не знает, как это интегрировать в обучину, мы хотим это показать вам. Девушка, вы кто, недавно на вас подписалась? Ну, когда подписывались, наверное, ну, почитали, шапку профиля или прикрепленные, закрепленные сообщения, закрепленный пост, вот там все прям написано по пунктам, и кто я, и где. Все, погнали, гель готова? Ну, давай, в кадре я тебе помогу, как раз мы подскажем, что тут можно и как сделать. Так, здесь надо сейчас пониже опустить. Здесь важно, смотрите, когда мы надеваем одну вещь на другую, чтобы это не выглядело капустой, чтобы не было деформации платья верхнего, нужно аккуратно разложить все, и, чтобы вот тут такого не было, замены большого, чтобы вот так это не выявливалось, вот так, вот так быть не должно, кройма должна лежать низко, для этого здесь есть регуляторы, пожалуйста, не забывайте, что они существуют, вот они, эти регуляторы, они существуют для того, чтобы вы могли туда-сюда ими пользоваться, возить, возить их вверх-вниз, как лифты, кстати, сюда можно и красный ремень, да, тоже будет прикольно, но так быть нежнее, оставим так, шнурки на талии, как я уже вам показывала, актуальны весьма, раз, завязала, и вот у нас с вами еще одно платье с кружевной отделкой, топчик тренд, все стилисты сейчас в этих платьях ходят, я сама в том числе, в том числе, и мы ходим, да, я вообще не хочу зеволюбить, полизатель, честно, она суперудобная, можно надеть хоть алкоголичку снизу, можно пельмуды надеть, какие-то шорты, ласины, куча гравитодорик, очень удобная, как вот она, или кружевную юбку, тоже кружевную юбку, кружевные штаны, и сделать прямо кружевной взрыв, который вот там пойдет, сейчас мы в кэжуал стиле замиксовали, у нас такое бодуарное, романтическое платье, здравствуйте, здрасте, здрасте, такое бодуарное, романтическое платье, комбинация, мы его смиксовали, скажем, с кэжуал стилем, взяли туда футболку, девчонки, ну пожалуйста, футболку, не со слоненком, не с медвежонком, не с цветком, в Азии, понимаете, не с какими-то там непонятными рисунками турецкими, пожалуйста, правильный, а, не в обтяжку, не с коротким вот таким рукавишкой, который вот так вот обтянул, и вот так рука, иди в баню, это жирная рука, молчи, молчи, да нет, я имею ввиду, сразу стала, если, у тебя даже не стала, не гони, пожалуйста, но многие так делают, выбирают детские футболки, просто таких футболок вы выглядите как будто, ну, вы ограбили детские магазины, или взяли у ребенка своего потаскать, ваша рука должна быть карандаш, карандаш в стакане, карандаш в стакане рука, поэтому выбираем свободный крой, дальше, либо однотонная, здесь, почему не хочется однотонного, все сольется, поэтому мы акцент красный еще внизу поддержали балетками винного цвета, да, у нас винный цвет на груди, и там, и все, таким образом смотрится интереснее, если вы просто белую футболку наденете, будет скучно, если вы хотите поинтереснее, то можно просто черную на контрасте надеть, черную футболку, и поменять балетки, или бостоножки, шлепанцы на черные, все, и поддержали, можно даже в сеточку можно черную, надеть тоже будет, но у меня просто волос черный, и на мне черный будет чуть менее контрастный, ну на мне, да, на мне заметно черный, так, ну что, это еще один вариант, а можешь сейчас поменять майку на борцовку, и штаны на кружевную юбку, да, пожалуйста, и это же платье вот таким образом показать, а у нас осталось еще несколько лучков, не для дрочков, вот, девочки, пишите ваши вопросы, мы сейчас еще вам покажем стилизацию кружева, как интересно можно сейчас это делать, а это потрясающе, может вас еще какие-то вопросы интересуют сейчас, что за чепчики, моя прабабушка связала, когда-то оставила в чемодане нам в погребе, нашли и носим, да нет, тут мы на домнице заказали, они нам сделали такие модные нынче, вязанные хлопковые крючком, вязанные чепчики, вот, давайте вопросы, потому что сейчас я их вижу, по крайней мере, и могу ответить вам непосредственно, лично, какие-то, если у вас есть сомнения, тоже пишите, так, а я сейчас покажу, что мы тут еще ответили, поскольку у нас тут вязанные вещи представлены, это еще одна текстура, вот когда мы с гладкими вещами комбинируем что-то рыхлое, это смотрится очень красиво, очень, но опять же, нужно понимать разницу объемов, если у нас майка вот здесь вот, например, белая, белая майка вот здесь вот приталенная, то вот эта вещь чуть-чуть более свободная должна быть, она не должна впиявливаться, облегать очень сильно, и как на барабане быть натянутой, а вот так очень красиво, раз, сейчас покажем, это все вместе с джинсовой курткой нашим. Так, пишите вопросы, я попить возьму. Еще хороший вопрос, можно ли сочетать кружево с принтом? Мы вам сегодня показали, как сочетать кружево с принтом в самом себе кружево, это уже акцент. Соответственно, принт должен быть минимальный, всякие яркие, цветные, вырви глаз вещи не стоит надевать, пожалуйста, не делайте так, ну, потому что это будет очень сложная комбинаторика, некоторые стилисты уровня бога могут так сочетать, комбинировать, но это очень сложно. Давай, я вам сейчас покажу наглядно, насколько это сложно. сейчас как раз покажу. Давай потяну. Здесь повыше, да? Да. Здесь мы уже делаем лямочки повыше. Поднимаем. Иногда вы думаете, что вам платье не идет только потому, что оно врезалось в подмышки и выточки не на месте. Подмышки и выточки регулируются регуляторами. Это логично. Еще повыше? Да. Давай еще. Вот так. Ну. Все. И вот, смотрите, мы здесь вдвоем. Давай. Здесь вообще воздушная зефирка, образ. Весь белый, но и как в случае с черным вариантом, обратите внимание, что здесь разница текстур. Я вам сейчас это покажу наглядно, когда гель подойдет поближе. Вот, смотрите. Значит, первая текстура у нас с вами матовая и она в такую полосочку, да, в рубчик. Вторая текстура у нас с вами глянцевая, отражает свет и она у нас имеет текстуру такой мятой. Дальше еще отжатки, да, еще одна текстура это прозрачная текстура кружева и вот если бы мы просто надели платье комбинацией, на майку, платье комбинацию на майку, смотрелось бы намного хуже, потому что были бы ограничители, ну вот резкие обрезы раз, раз, а поскольку у нас здесь кружево проложено фестонным краем, у нас вот этот угол не слишком контрастирует, он размыт, потому что кружево раз, расходится и все, и вот оно дает воздушность образу. Дальше там у нас текстура пошла, смотрите, глубокая, дальше она начинает разряжаться при помощи кружева, разряжается, разряжается, разряжается и совершенно прозрачной становится, сходит на нет. Та же самая прозрачность у нас есть в портретной зоне, а аксессуары у нас все те же, если вы не заметили, все те же. Так, женщина, вы сейчас вылетаете, я вас блокирую, все заблокировать, ну, что-то, наверное, это, какие-то опять эти флаги, флаги сексуальных меньшинств и флаги нам прислали, хотя мы здесь вообще, мы здесь вообще не при делах совершенно, совершенно не при делах. Так, а, это не русский человек пишет, потому что даже матом пишет не по-русски, к сожалению. Да, научитесь, пожалуйста, грамотно по-русски хотя бы матом говорить. Я же филолог, я знаю, Пушкин тоже матерился, но он это делал красиво, а у вас на низком уровне все это. Так что, давайте. Слушай, а давай-ка, давай-ка мы с тобой куртку наденем сюда и добавим шапочку голубую. Просто интересно. А можем и не добавлять. И так красиво. Смотрите, вертикаль белого сохраняем, добавили более грубую курточку, раз. Тоже красиво. Бери тогда сумку голубую сразу. Вот здесь. Ну-ка, я здесь. Ну и смотрите, как мило. Вот, поддержали, пожалуйста, голубой. Здесь все роскошно, и там у нас есть и блеск, еще немножко, и разряженный принт, и все красивенько. Мне нравится. Все, надо ходить мне до 44-го размера. Так, у нас осталось немного, да? Давай прям тогда уже мы вот так наденем. У нас два образа. Так, осталось три образа. Потерпите, пожалуйста, будет интересно. Вот красивая такая интеллигентная женщина на аватарке. Такие слова. Да еще неграмотно. Что же вы женщина? Пашона. Что же вы пишете-то как? Пашо. Пашо. Не, я вообще не расстраиваюсь. Мне это веселит. хочется открыть курсы литературного мата. Так, все, сейчас чуть-чуть еще. У нас сейчас будет образ очень красивый, как раз связанным трикотажем. И потом еще в спортивном стиле сделаем оба сетки. С вот такой вот сеточкой и прям совсем спортивные вещи бомбанем с кружевными штанами будет огнище. Так, а еще здравствуйте. А еще надо... А Злата мне прислала, мне дочь присылает свои фотки и спрашивает, нормальный образ? Недавно я с ней пробежалась, в Таранове мы с ней были, я набрала ей там всего, мы скомбинировали луки, и теперь она сама у меня комбинирует луки. И, кстати, напишите, интересно ли вам, если мы снимем с ней влог, как я пойду, например, с ней по магазинам и будем ее наряжать, собирать ей гардероб. Луки прикольные. Потому что она у меня уже заразилась, этим всем и такая тоже хочет. И когда у меня удачные молодежные луки у меня получается... Вот. Сейчас она опять будет звонить, пока я и не скажу. Очень нравится ваш цвет волос. Спасибо большое. Спасибо. Цвет волос от Ирины Батовой. Конечно, интересно. Все хорошо, сделаем тогда мы с ней. Она тоже рвется блог вести, но пока стесняется сама и говорит, мам, давай ты... Я у тебя в блоге появлюсь. Подскажите, пожалуйста, платье на вас. На темном фоне принт. Разве темно не взрослит? Девчоночки, милые. Во-первых, платье на мне с принтом. Во-вторых, у меня оно максимально темный цвет, отведен от лица. Смотрите, какой большой участок светлым. Во-вторых, моя контрастность, мои черные глаза, черные брови, насыщенный цвет губки подкрашиваю. Все это вывозит черный цвет спокойно. И плюс еще, я вам говорила, что добавляем металл к образу. Когда вы там подсвечиваете металлом у лица, здесь, здесь, все меняется. Вы выглядите роскошно. И обратите внимание, что вот иногда взрослит отсутствие черных очков на лице. Не зря очень многие женщины в возрасте 60 плюс носят черные очки. Это очень здорово. Подтягивает лицо и молодит лицо, потому что глаза очень сильно выдают. Так, ты готова? А синюю шапочку? Синюю. Мы с тобой хотели голубую туда воткнуть. Я понимаю, что тогда белый ничем у нас не поддержит, да? Белый вертикальный. Ну да, вертикальный, вертикальный. Сейчас покажем. Иди сюда тогда. Давай, и так, и так попробуем. Вот смотрите. Значит, дополнительная текстура вязаная мы добавили, во-первых, джинса. Джинса у нас также на сумке. Если поближе посмотреть, да, она тоже такая джинсовая текстура. Вот видите? Значит, джинса раз, голубой оттенок и кружево. И здесь у нас тоже есть и цвет, и еще дополнительная текстура. Она еще, видите, как хитрость сделала. Я вязала тут розочку себе. Прозетту. Лайфхаки. А если вдруг вы не любите сильно свободные мальчики. Ну, и на самом деле здесь можно диагональ сделать, да? Вот так вот добавить диагональ чуть-чуть. Вот так, небрежно. Оп! Замиксовать. Ну, гелия нравится подчеркивать талию. Это ее право. И, конечно, она может взять и завязать. Можно и так оставить небрежность. То есть, больше спорт подчеркивает такой. когда у нас не розочка. Вот розочку завязала, подчеркнула романтизм брюк. Распустила более спортивный, кажальный вариант. То, что у нас сумка сама по себе ближе к спорту. Кажел такая. Можно еще оставить? Это голичку. Да, Майкл Куголичку можно было под топ надеть. Тоже было бы классно, но жарко. Скорее всего, это на такой более прохладном 20-18 градусное лето. Вот. И тут у нас шорты белые. Кстати, это нормально смотрится. Все аккуратно растворилось и зашло на нет. Что? Шапка? Давай попробуем с голубой шапкой еще. И уже очень хочется посмотреть с кепкой. Вернее, да, с кепкой белой с сеткой. Черный образ. Розовый, вернее, черный не всех взрослые девочки. Не всех. Далеко. Тоже неплохо. Сумку бери. А обувь, кстати, у нас тоже белая-голубая. Такая спортивный вариант. Очень красиво с голубой. Вообще отлично. Гель. Супер. Ну типа, смотри, да хоть глянь на себя. Может, дать еще очечи какие-нибудь. Очечи. Голубых не осталось? Голубых не осталось. Вот чисто голубых нет. Ну это под волосы. Коричневые, смотри. Ну вот такой вот лук-лучок. Давайте, как сумасшедшие. Снимает очки более романтичный образ. Надевает очки такая прям совсем плещная. Давай-ка, снимай. Так и лучше. Нежнее смотришься. Так, все. И теперь пару лучков с черным. давайте покажем как раз. Убираем. Держи. Еще мы хотели тебе платье. Да, пока она переодевается, я покажу наши новинки, которые приехали только-только на них. Скидок нет. Вот то, что мы сегодня показываем, практически на все там скидки есть. Сейчас я несу. У нас появились вот такие хлопковые из милисеризированного хлопка, такого блестящего чуть-чуть. Платье с вот здесь вот с открытым немножечко пупочечком и ну вот таким узлом на груди. Очень красивые. просто роскошные. Сидят очень красиво. Если помните, у нас год назад были платья такие зебра с принтом. Тут в портретной зоне зебра была, там леопард розовый. В общем, такие они были африканские. В этом году мы сделали эту же хитовую модель в однотоне. Очень красиво, аутентично смотрится. Ну и сами понимаете, добавим сюда к примеру золотые сережки. золото вообще супер смотрится на фоне яблочного такого оттенка. и все. И сразу красота. На шее можно что-то откладить. Очень хорошо золотом смотрится. Другой цвет ягодный. Вот он красивый. Не совсем он прям розовый, ягодный, брусничный. цвет тоже очень красивый. И есть польца. Здравствуйте. Здравствуйте. хоть покажу. Смотрите, как выглядят женщины в любом возрасте, которые сенек унязимы наряжаются просто козыскому роскошному. Спасибо. Все. Сумочка здесь, все, бусы и роскошная. Все, моя билетция. Здравствуйте. забирайте своему музу все. Спасибо большое. Вот и такие ребята к нам приходят. На примере. Третий цвет электрик. Тоже роскошный и смотрится и серверов и золот конечно. наши новые сережки. Красивая женщина. Красивая женщина. Про вас говорят. Да. Ловите комплименты. Это ваше. обуви не видно. покажу вам обувь девчонки. Так, все, готово? Значит, сейчас мы внедрили кружево в комбинаторике с Грэнд по корм. Так, дедушки на рубашку взяли или батину и получился вот такой вот неплохой вряд. Я бы сюда ремень добавила. Да, какой-то вот таковский, да? Держи. Почему ремень нужен? Потому что достаточно просто смотрится и рубашка ничем не поддержана. Хочет ее поддержать чем-то более заметным. Плюс еще у нас, конечно, там есть балетки. Вот, обратите внимание, вот такие. Вот, так видно лучше, наверное. Раз, они в винном цвете. И тоже, обратите внимание, ритм. Ритм клетки на голове у нее, клетка на плечах, клетка также ромба, клетка в обуви. Все, ритмы сохранены. Есть еще один романтический вайп, это наши прекрасные штаны и в спортивном стиле майка. Все, аксессуары те же. Давай сумку, да, вот эту структурную. И вот, классно, классно. У меня 168, поэтому чуть-чуть подвесить. Ну, это можно подвесить, это не проблема. Все, и так же ты можешь, например, снять эту рубашку и повязать ее на бедрах. Давай мне руку на эту сумку перезагаю. И так тоже, девчонки, нормально, так можно носить. Только сильно ремень не закрывай, под ремнем забежи, вот так, чтобы пряжку было видно. Вот. Все, и пожалуйте вам. Ну, красота. Что тут скажешь, ничего не добавишь. Супер, молодец. Пятерка тебе. Так, мы, последний минуту, у нас будет драма баба. Ну, все, как мы любим. Драма баба, да? Да, и леопарты, черное кружево, и сетка. Все здесь, все здесь, гена, турба, дешевая, все здесь. В общем, мы сейчас замиксуем еще один такой прикольный тренд на драму. Это, конечно, вывезут не все женщины на земле, не все, но многие вывезут. А вот это платье, которое на мне, кстати, есть еще в голубом цвете. Я сейчас вам покажу. и вот смотрите, чем мы с вами можем это платье доработать. Очень даже красиво доработать. во-первых, мы можем вот эту вот линию перекрыть ремнем и подберем ремень, допустим, сюда мы вот такой. Добавим немножко структуры. Раз, добавили ремня. У меня здесь вот такой ремень, например. У меня более такой драматичный, поскольку у меня тут золото, в ушах здесь золото. вот у меня такие же там босоножки все тоже в сетку, вернее, балетки. Раз, добавили. Добавили сюда ту же шапочку белую или голубую и сумкой подержали. Вот, все, и готово несколько деталек и уже совсем другой человечек получился. так, на места все не складываем. Так, девочки, вопросики, есть звук? Что со звуком, кстати? Все нормально? Мне просто звонили, и из-за этого звук немножечко мог слетать. Сейчас все хорошо со звуком? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Есть все. Ага, выйдите, зайдите еще раз, будет звук. супер-супер звук. Есть отлично. Спасибо большое. Так, финальный аккорд, драматический образ. Сейчас геля выходит и мы смотрим, что у нас получилось. ждем тебя, пождем. Сейчас она меняет обувь, потому что здесь уже, в принципе, можно и винные здесь сохранить. Но мы прям уж добьем, ну как идеально, чтобы все было супер-идеально. Вот эту сумку. Вот так. И, соответственно, все готово. хочется на шею что-то еще. Сейчас я посмотрю. Этот жилет мы... Перебор, вот так. Да, этот жилет мы повторили, потому что тебе сна просто смели его. Если кто-то очень хотел, успевайте. оно еще и по скидке у нас. Повторили прям перед сезонным скидок, и деваться некуда. Представляете, еще надо было за осенью, теперь вы дурочки. Все для вас. Вы дураки для вас. да. Все, класс. Есть. Точно. А мы при подъемке еще посмотрите. Ну и, кстати, вот то, что у нас, например, эта шапочка, она делает более милым образ. Вот если мы шапку уберем, например, то будешь такая... Здравствуйте, женщина. А вот так мы еще больше уберем градус строгости. смотри. Такими очками училки. Очень модными очками училки. Очень модными очками училки. пожалуйста, образ закончен. Все красиво. Образ показывает. Девчонки, пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. Мода это игра, стиль это игра. Мы играем в куколки здесь. Пробуем. Вы можете приходить, примеряться, пробовать на себе. Те образы, которые вам понравились, скриньте их. Если у вас будет возникать вопрос, захочет что-то купить, то пишите девочкам в директ князьево-стор. Можете скрины прямым присылать, можете на сайте оформлять заказ. Вот, помните, что сейчас идет распродажа, скидки, все работают, действуют, поэтому вы... Да, можно последний, да. Еще вариант. Посадка. Да, ну все, посмотрим, как платье, как платье сядет на ней сейчас. И все, будем заканчивать. Нет, ничего постыдного в том, что пробовать. Я бы даже на вашем месте, где бы я ни находилась, ходила бы в самые модные магазины вашего города, пробовал бы там все на себе комбинировать. В примерочной можно пойти с лояльной подругой, которая тоже хочет эксперимент и может со стороны подсказать. Вот, и просто получать удовольствие от процесса. Процесс покупки не должен быть утомительным, напряженным и так далее. Те, кто не любят ходить в магазин, они приходят к нам за капсулами, один раз пришли, подобрали одежду, обувь, аксессуары, все собрано, фотки есть, как что сочетать и все, забыли. Проблемы на год вперед, там полгода, ну на сезон нарядились и дальше мы ведем уже гардеробу этих наших прекрасных клиентов, знаем, что у них есть, чего там надо новенького добавить из там трендового или там что-то изменилось с фигурой, мы это подкорректируем и дальше ведем гардеробу людей. Вот, а кто любит это, но боится, прямо спокойно пробуйте. Гель, образ с черной сеткой не показали, гель. Правильно, совершенно в дырочку. С черной сеткой. Вот подловили Ливанасов молодец. Сейчас покажу. Не знаю, да, что-то мы лоханулись немного, извините. I'm sorry. Пошли, я за секунду, давай. Сама? Черная оставила балетки, смотрите, оставила шапку подержать от балетки. Тогда здесь можно спокойно добавить. Вот так сидят платья. А давай теперь вообще поменяем с ног на голову. Снимай шапку, снимай сумку эту. Снимай сережки. Надевай вот эти. Да, спускай волосы. Да, эту я сейчас тоже сниму. Просто смотрите, как одно и то же платье по-разному может смотреть, где-то. С ерошиной, с ерошиной. Да. Если просто поменять фары, мне тут топчет, протапчивает. Я успела ее с вас. Цвет яблочный, просто потрясающий. Вот русалка. Давай снимем серебришки. Русалка. Нарешу ее. Боже, боже. Волосы за кровью. Как тебе разобрать все волосы. Да. Главное не убрать. Это в мой пакетик. В мой пакет с бижутерией. Это же не наш. Он скажет, что я у девочек взяла с тента, а сейчас уберу к себе в пакетик. Там уже две штучки. Колечко тоже помылаем. Есть-то золотишко. У меня и золотое было в празднире. Вот здесь. Русалочий волк откилай. На. С золотишкой. Не только не успела снять новая дырка. Ладно, ничего страшного. Вот, смотрите, русалка. Блин, какой-то я прикол про разумку слышала недавно. Здесь, кстати, такая винная будет красная. Да, винная. Будет хорошо, но мы же не будем отменять их. Даже люди опыты будут прикольно смотреть. Да, они тут штурки. А ну-ка, давай-ка вот это добавим. Да, да. А где-то вот такой вот более пляжный, более такой вариант. на пляж, вот так по городному городу ходить. Косынка. Косынка. У нас нет ходящих цветов. Да. У нас есть плодочек. Слушай, а вот подожди, у нас есть вот такая косынка и у нас есть голубая сумка. Может быть, мы тогда мягко и в принципе здесь коричневый будет хорошо. А сейчас чуть-чуть хочу. Давай, откатись немного. Вообще надо показывать это в эфире, как ты завязываешь. Давай, я завяжу. Сама или я? Давай. Подержу вот он. Машка, вот тут кто-то подержал вот здесь. Вот так. Чтобы не сползала. Ну, да, есть что-то цыганское. Чтобы это не смотрелось совсем по-цыгански. нужно прямо сделать бандан. Давай закрутим вот здесь вот чекни. Или просто бандан. как всегда роскошно. роскошный. Интересно, а это такое? Так, давай подержать пилотолю. Тоже неплохо. По яркости они одинаковые. Здесь, смотрите, вопрос вот в сочетании с цветом. Когда у нас яркий цвет, другие цвета, с которыми мы миксуем, должны быть достаточно яркими, чтобы вывести этот оттенок. У нас голубой на платке и на сумке тоже яркий. Черный цвет сам по себе яркий. Аксессуары яркие у нее в портретной зоне. Кстати, в платке тоже есть эти цвета. И бежевый, который есть на сумке. И бежевый, и яблочный. И телесный, и яблочный. Все. Повернись спиной. Красиво. Роскошь ботиков. Так, ну что, мы должны все-таки отчитаться с сеткой. С сеткой. Я тебе главное отдала, а ты пришла вообще в другом. Я что-то не поняла. Нет, ты говоришь, давай мне несколько. Да? Нормально. Ну, бывает уж, поделаешь. Сейчас последний образ с сеткой показываем, и все, все. Так, что еще вам не показало из новинок? Ну, и все. Знаете, что еще у нас есть? Это осенняя коллекция. Блузы из осенняя коллекции. Но пришла немножко пораньше. Мы ее пока что убрали на склад. Но, если вдруг очень сильно кому-то надо, напишите в директ, потому что она роскошная. Это без коза, здесь никакой листера нет. Это без коза. Просто шикарно. Еще нам такие платья жлют. Они придут в августе, в начале августа. Будут такие платья еще. Второй цвет. А где второй цвет убрали уже, да? Голубой такой убрали, голубой? Ну, ладно. Еще такой голубой, холодный. Красота. Вот сюда, прикиньте. Накидываем сюда чокер и звук. Берем вот так. Вот так. И хорошо, что можно носить и как тунику, и подвязать ремнем, и заправить, потому что эта штука, мы специально сделали ее. Видите, разделяется на две части. Одну половину можно заправить, а одну оставить. Тоже классный вид. Но в магазинах мы не будем ее пока что. Спрашивайте со складой, если вдруг говорите, Ксюша показываю, а она гоните, гоните сюда эту штукенцию. Гель, как дела? Сильно ждем, пождем тебя. Не люблю пустоты в эфире, но я уже все сказала. Ксюшка молодец, придумала классный лучок. Готовы, ждут тебя. Здесь просто нужна более такая массивная область. Ну, кстати, эти тоже хорошо, они спортивные. Все равно у них есть эта сетка, та же сетка, что и у тебя. Прям фэшн хочешь? Держи тогда ремень. А он у тебя там где-то. Сейчас. У тебя какие там сетки-то? Никакие. Я села. Сюда с селектовым. Вы бы видели, какой тут просто адский срач творится. Вот это мне было долго. Я пыталась не удивить. Вокруг просто все, в сережках, в ремнях, в сумках, в обуви, в капу валяется кутиком. Хорошо, вещи все полимерочные, они не валяются. Вот, например, так тоже. Мне и так нравится без ремня. Вообще минимализм. На, сумка. Держи сумку. Все, держи. Очки вот эти, мы тебе не дурачки, но держи скорей очки. Сейчас я тебе педаю. Вот так вот, получи. Гулять, да? Да, чтобы нет. Мне кажется, роскошно. Давайте, как себе не вижу. Вы скажите мне, как бы не вижу. Роскошно, держи. Спасибо. Это костет. Это костет, да. Ты чёшь, комнюсь? Я могу. Я тигренок, а не киска. Это я с виду, только милая. И не стойте слишком близко. Ну, все, да? Все, мы выполнили все, что обещали, показали. Напишите в комментариях, какой образ больше всего вам понравился. Вот тебе пишут. Вот, офигенчик выглядишь. С кроссовки, с кроссовками, кепкой супен, супер, видимо. Ну, супен так супен. Супен и в обеден очень хорошо. Все, спасибо вам большое, девочки. Сохраняем этот эфир. Он у нас будет и в YouTube-канале, и в Instagram, и в Instagram. Целуем, счастливо. Не бойтесь кружева. Приходите к нам, мы вам поможем его красиво надеть. И еще не забывайте, что у нас идет распродажа. Приходите, всю информацию внизу. Все сметают. Да, все уже к нам приходят, забирают. Спасибо всем. Пока-пока. Пока.